Бандера! Бандера умер давно в 59 году, но вы до сих пор его помните. Молодцы! Санкт-Петербург, Россия, вы откуда? Белоцерква, Киевская область. Я понял, понял. О чем общаетесь? Об истории, а вы? Давайте об истории поговорим. Давайте какую последнюю книжечку по истории, кроме учебника? А давайте о средневековой истории поговорим. Подождите, может я все-таки закончу вопрос. Какую последнюю книгу я почитал? По истории, кроме учебника и художественной. Труд Соловьева, о Киевской Руси. Замечательно. Какую тему обговорим? Какая вас интересует? Абсолютно любая, давайте. Задавайте вопрос. Семилетняя война, давайте обсудим. Не специалист в Семилетней войне. Честно скажу. Поэтому я вам предложил, что вы выберете какую-то тему. Давайте историю Киевской Руси. Давайте. Давайте, хорошо. Когда образовалась Киевская Русь? Во второй половине девятого века. Она так и называлась Киевская Русь. Нет, она не называлась Киевская Русь. Мы не знаем, как называлось это государство. Правильно. И вообще государство ли это было? Правильно. Согласен. Когда перестала существовать Киевская Русь? Киевская Русь? Ее вообще-то и не было никогда. Я понял. Но когда она перестала существовать? Ну, Киевской Руси не было. Была Русь с центром... Ну, вы же поняли вопрос. Назовите их столетия. Я-то понял, ваш вопрос назвал вам столетия. Так, 1240-е годы, когда центр был перенесен в Новгород. Прям в Новгород? Центр Руси был перенесен в Новгород. Каким образом? Расскажите поподробнее. Великий князь Александр Невский. Который был новгородским князем. Он остался одним из наследников Рюриковичей. И центр опять был перенесен в Новгород. Что значит опять? А был еще когда-то центр в Новгороде? Конечно. Когда? Вообще-то Рюрик со своими братьями Синеусом, Трувором высадились. То есть вы до сих пор верите в эти сказки, которые написаны летописцем? И даже Соловьев вас не убедил в обратном. Хорошо. Соловьев не убедил. Он так и пишет. Он даже пишет, где Трувор погиб. Где погиб Рюрик в Новгород. Отсюда можно вам следующий вопрос задать. Давайте, давайте. Пробовали ли читать что-нибудь новее по Киевской Руси, чем Соловьева? Соловьева. 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 Соловьева это вторая половина 19 века. Согласен. Согласен. И само понятие Киевская Русь. Это я знаю. Нет, не Соловьева Максимович ввел. Нет, Соловьева. Ну ладно, не будем спорить. Кто бы спорил, я бы не буду. Хорошо. Так что-то новее читали. Хотя бы Рыбакова, Насонова. Рыбакова читал. Я уже не говорю о Данилевском. Князь Владимир. Он носил имя Владимир? Мы не знаем. В некоторых Володимир, в некоторых Владимир. Нет. Просветите меня. Он подписывал документы. Они есть. Их можно найти спокойно. Они есть. Он подписывал Вазилевс. 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 Это император по-гречески. Император. Совершенно верно. Вы спросили об имени, а не о титуле. Вы немножко перепутали. Совершенно верно. А крестился он, как Василий. Это я и без вас знаю. Назвали его Владимир Святославович. А теперь, подождите, тормозните. Стоп, стоп, стоп. Тормозните. Давайте вопрос. Попробуй. Попробуй. Тормозните. А был ли он в Святославове? Тормозните, пожалуйста. Какой документ? Где мне найти документ, который бы подписывал Владимир? И я бы его почитал. Пожалуйста. Архив российский, российский архив библиотеки. Так. И там есть что? Оригинал документа подписанный. Оригинал документа подписан Вазилевс. Ну, это документ Владимира. Класс. 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 На старославянском написано. Класс. Да, класс. Известно ли вам, что никаких документов со времен Киевской Руси не сохранилось, кроме повести временных лет, которая датируется... Давайте по повести временных лет поговорим. Я все-таки закончу фразу, которая была переписана в 20-х годах 15-го века. Отсюда опять-таки у меня возникает вопрос. Есть ли документ, подписанный Владимиром Великим? Его не было. Вы только что сказали, что есть, и послали меня в архив, и сказали, что там есть... Да, он подписывал свои документы двумя способами. Как Базилевский... Где я этот документ могу посмотреть? Или как... Стоп, стоп. Или как Коган земли русской. Потому что... Где я могу посмотреть эти документы? Я вам уже сказал. Этих документов не существует. о которых вы говорите. Существуют эти документы? Существуют эти документы? Ну, покажите мне хоть что-нибудь. Это, наверное. Существуют эти документы? Они есть, пожалуйста. Где? Ну, покажите. В Государственном Российском архиве. Пожалуйста, есть. Нет документов этих никаких. Бля. Не надо ругаться. У меня сейчас... Возьмите телефон. Возьмите второй телефон, я подожду. Я сейчас не могу мне далеко идти. Ну, ничего, я подожду. Хорошо, 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 хорошо. Так мы о чем здесь разговариваем? Мы разговариваем о том, что со времен Руси остались четыре летописи. Лаврентьевский, Ипатевский, Новгородская старшего извода и младшего извода. И самое раннее из них датируется не ранее 20-х годов 15-го века. Никаких оригинальных документов, на которых стоит подпись Владимира, не существует. Да ладно? Да серьезно. То, что у нас хранится, это фейк. Там нету ничего. У вас ничего не хранится. Вы можете это знать или нет? Есть только берестяные грамоты 11-13 веков. Стоп, 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 стоп. Берестяные грамоты, давайте с того, что это, они были только Новгородская область. Ничего подобного. Под Звенигородской на западноукраинских землях есть тоже берестяные грамоты найдены. Какая западноукраинская? На западноукраинских землях найдены берестяные грамоты. Подожди, а что была западная Украина? На территории современной западной Украины есть берестяные грамоты найдены точно так же, как и на новгородской земле. А можно их посмотреть? Да. Вы можете это... Вы врете? Ну давайте, давайте элементарную систему доказательств включим. Я попытаюсь немножко вас звук выключить, потому что буду голосовым помощником. Берестяные грамоты. Джерело, википаде. Читаю вам. Я потом вам покажу. Берестяные грамоты близ Новгорода, Старой Руссы, Торжка, Смоленска, Пскова, Твери, Москвы. Несколько берестяных грамот. Москвы тогда не было. Несколько берестяных грамот. Мы уже врет. Несколько берестяных грамот найдены в Украине, Звенигород, Белоруссии, Витебск и Мстиславль. Откройте, пожалуйста, википедию элементарную на русском языке. Вы сейчас уже соврали людям, людям соврали, потому что Москвы тогда не было. Еще раз говорю. Двери не было, Украины не было. О чем вы говорите? Слово Украины не было. Вы не понимаете, что в районе современных городов, Москва, Торжок, Новгород, Сгвенигород, на этих территориях найдены берестяные грамоты. Ну не было тогда Москвы, но на этой территории найдены берестяные грамоты. То есть вы не можете перепроверить? Как я перепроверю? Вы сидите в районе... Ну вы постоянно пять раз уже сказали, что я вру. Я вам могу показать это в экран. Беспредметный разговор. Ну совершенно беспредметный, поэтому гуляй, Вася. Ну это ж треба до такого додуматься, чтобы рассказать, что там не было ничего. И ни Москвы не было. Это очень хорошее замечание. Боже, ну кожна, свиня, лиза в историю. Та шеи Киевской Руси, где абсолютно никто ничего не разумеет. Навіть историки там стики теорий миллион, что пытаются домовытись один. Это чудо в халате, которое насчиталось Соловьёва якобы. Ай, боже ты мая. Беспредметный разговор. Санкт-Петербург, Россия. Белая церковь, Киевская область. Меня зовут Виталий. Как вам обращаться? Ростислав. Ростислав. Не был у вас ни разу... О чем хотите поговорить, Ростислав? Мне вообще-то инженер-технолог по металлу. Нет? Вы разговор не поддержите? Нет, по металлу нет. Металлообработка. Цветные металлы? Да хоть цветные, хоть черно-белые. Я преподаватель истории. Ааа, ну понятно. Ну, давайте, может, я вас поддержу, разговор. Ну, если вы интересуетесь историей, то может быть. Да нет, я не сильно интересуюсь. Сима, уйди. Ну, тогда как нам с вами разговор завязать? Может, у вас вопрос какой-то по истории? Ну, попробуйте, задайте. Можно я что-то поддержу? Ну, это неинтересно мне абсолютно. Так, если у вас есть какой-то вопрос про истории, да я его знаю, так я отвечу, например. О, 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 буквально недавно, пару дней назад, на канале Тактики Медиа, ну, не важно, на каком канале, на каком канале, Харьковская и Сомская область, они принадлежали Украине хоть раз? Сима, блядь. Да. А в каких годах? В 1902. Ну, не берем украинскую УССР. Как это не берем? В 1902. Не, ну хорошо, ваше слово. В 1901 года, когда образовалась Украинская СССР. А, все, 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 ну, да. А до этого, а до этого, там вопрос был, была программа до этого, без проблем, да, тогда было, да. А до этого была Украинская народная республика, с 17 по 21 год. Не, ну, до 22 года, хорошо, до 20 века, Сомская и Украинская области. До 20 века не было государства Украина. Как эти области могли поддержать государству Украина, если государство... Все, 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 я понял, все, 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 я понял вас, все, я понял, хорошо. Ну, соглашусь, да, здесь вопросов нет. Соглашусь. То, что я знаю по истории, то да. Без вопросов. Он не подумает, что он провокционный, если не захотите отвечать на него. Не, он глупый, в моем понимании. Ну, просто я сейчас маленько друзей проводил, праздновали. Это самое. По поводу копали-не копали и Черное море. Это вопрос такой, если, ну, считать его провокационной или глупой, то без проблем. Это была какая-то шутка в молодежной передаче какой-то украинской в 90-х годах. Эту шутку ваши пропагандисты взяли за основу и как бы идиотов делают из вас. Не из нас, а из вас. Хорошо, тогда еще вопрос, я понял. Без проблем здесь все четко. Я так и думал. В 90-е годы фамилию историка я не назову. Какой полный усатеньки, но в 90-е годы были. По поводу Мазепы. Российский историк предлагал, тогда тоже были сборища российских и украинских историков, он предлагал по поводу Мазепы, что это был просто как, это просто как был политик того времени, он просто поставил не на то лошадь, грубо говоря. Я же он, грубо говоря, поставил. Был в чем вопрос? Ну, по поводу России Мазепы, это предатель Иуда. Со стороны, по стороны, со стороны Украины это был, ну, как, ну, герой, все такое. Вот этот мужик предлагал, российский историк, предлагал, ну, это 90-е годы, предлагал то, что он просто, ну, как, ну, он был нормальный европейский политик Мазепа. Он не предавал, не запродавал Петра Первого. Он просто, ну, как, грубо говоря, свою карьеру видел в другом видении, и потом поставил, грубо говоря, поставил на Карла Двенадцатого. Ваше мнение? Мазепа делал, чтобы Украина была независимым государством. В составе Российской империи это сделать было невозможно. Поэтому, да, он сделал ставку на Карла Двенадцатого и проиграл. Давайте я чуть переварю. Ну, в принципе, да. В принципе, наверное, да. Наверное, да. Наверное, да. Вопросы исчерпаны. Не, ну, их, да, давайте. Не знаю, кого вы ищете, но может быть. Я ищу людей, которые интересуются историей. Ну, вы... А именно каким, ну, промежутком времени? Да любым, лишь бы человек хоть что-то читал. У вас же население не читающее. А тем более не старичные не читающее. Ну, это то, что я вижу в чат рулетки. Да ну... Ну, в чат рулетки, кого я знаю, они не заходят. Какую? Я вижу, у вас сзади там много книг. Какую вы последнюю читали? Ну, эти уже все прочитаны. Остальные у меня в другой комнате. Ну, какую вы читали последнюю. Сейчас я читаю Хариланда. Сейчас я читаю Хариланда. Замечательно. А людей, я спрашиваю, ничего не читают. А если об истории, так вообще ничего. Это катастрофа. Ну, а на Украине по-другому, что ли? И на Украине не читают. Но украинцы со своим знанием плохим историй не лезут в Россию. А россияне со своим незнанием истории лезут в Украину и лезут. Вот чем вся проблема. Тогда, главное, вопрос может быть не по теме. С каким незнанием истории русские лезут в Россию? Это так, вопрос. Ну, без всяких подвохов. Путин об этом несколько раз заявлял и в интервью Карлсону, и два года тому назад в статье на сайте Кремлин.ру, что нету такого государства, как Украина, нету такого народа, как украинцы. И, соответственно, лезут сюда, думают, что это русские земли какие-то. Вот это вот незнание истории, которое имеет очень плачевные последствия. У нас тоже истории не знали. Но мы не заявляем об этом и не лезем на территорию России. Вы же смотрели интервью Путина. Я читал обзоры и именно полчаса про его историю. 23 минуты он нес какую-то чушь об истории. Пытался доказать американскому журналисту, что Украины нет, украинцев нет. Вот с этим знанием истории вы лезете в Украину. Я не смотрел его конституцию. Я здесь не буду ничего. Я не смотрел. Я не поклонник Владимира Владимировича. Я вам объясню ситуацию, понимаете? Что полное незнание собственной истории. И с этим незнанием вы лезете в Украину. А мы к вам не лезем. Хотя тоже плохо знают. Но вы знаете, извините меня, я четко помню, если вы такой историк, в 21-м году, в августе, ваш министр обороны хотел приехать на Абрамсе по Арбату в Москве. Вы это слышали? Нет, не слышал. Это факт. Возможно, что это факт. Но вы влезли в Украину не в 22-м году, а в 14-м году. Вы влезли в феврале, аннексировали Крым, потом влезли в Донбасс. И рассказываете с тех времен, что это русская земля, что незаконно пьяный крущов передал Крым. И так дальше. Вот с этим незнанием вы сюда влезли, уважаемые Ростиславы. А вы до 14-го года вообще доинтересовались историей Крыма? Интересовался. До 14-го года. Ну, а вы знаете, что была проблема? Было то, что политики Украины, я просто жил в то время на Украине, были в бешенстве, что крымчане не считают себя украинцами. И что тут такого, что крымчане не считают себя украинцами? Они, ну вот и все. Поэтому они проголосовали за Россию. Нет, никто за Россию не голосовал. Сначала сюда влезли ваши войска. Да, Ростислав, а если вы считаете, не мычите, пожалуйста. Они там были. Ростислав, пожалуйста, давайте я вам задам вопрос. Давайте. Вы не перестанете мычать, а я вам задам вопрос. Во-первых, когда вы будете рассказывать, что они там, российские войска тонким слоем были размазаны по Крыму, это ложь, потому что есть договор между Украиной и Россией, где четко описано, в каких населенных пунктах Россия имеет свои военные части. И когда в ночь, 26 на 27 февраля, ваши войска вдруг оказались совсем в Ферополе, где по договору их не было, вот это называется вторжение. Это во-первых. А во-вторых, вопрос я хочу вам задать. Вопрос хочу вам задать. Если вы говорите, что крымчане проголосовали на референдуме, я бы хотел у вас узнать, по какому закону проводился этот референдум? По российскому, по украинскому, по крымскому, по какому-то международному, что это был за референдум? С какого момента я могу начать? Пожалуйста, вот с последнего, смотрите, референдум это процедура, референдум по украинскому закону, по российскому, по крымскому, либо есть какое-то международное законодательство, Ростислав. ООН, право нации на самопределение. Право нации на самопределение, это прекрасно. Это Путнер говорил вашему Гордону, который ваш мама не горит. Это прекрасно, это все прекрасно. Я вопрос задал, по какому закону? Закон какой? Нету закона ООН про референдум. ООН. Ну, почитайте, увидите. ООН есть право нации на самопределение, да. Но я вас спрашиваю, Ростислав, какое? Ну, перестаньте, ну-ка, вы меня не впрягли. По какому закону? По российскому, по украинскому, по крымскому, либо по международному. Вот есть четыре варианта. Вот вы выберите, Ростислав, хотя бы один. По международному. Они право воспользовались. Нету международного. По поводу... Ну, поищите, поищите, найдете. Я ничего искать не буду. Таких, как вы, Ростислав, я видел уже много раз. Вот, и смысл переубеждать человека, русского, да еще и пьяного, да еще который рассказывает, что он там в Крыму жил, это бесполезно тратать часу нервим и горилки. Субтитры сделал DimaTorzok